В Туапсинском районе отдохнули более миллиона туристов. В августе приток отдыхающих вырос. Все крупные здравницы заполнены на 100%, а частный сектор на 95%. Ситуацию проанализировал глава муниципалитета Владимир Лыбанев на курортном совете. Алексей Васильев продолжит тему. Начались самые напряженные дни курортного сезона. Большая нагрузка ложится на инфраструктуру, поэтому, подчеркнул Владимир Лыбанев, открывая курортный совет, сейчас, как никогда, нужно мобилизовать все силы, ставя во главу угла безопасность и комфорт туристов и жителей. Тем более, что вновь ожидается ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни возможны формирования смерчи над Борем, дожди, возникновения чрезвычайных ситуаций. Надо быть готовым, потому что, вы видите, как август всегда тяжело удается, именно по коммуналке. Нет электричества, буквально на час электричества, все, у нас катастрофа была. Накануне совещания глава района совершил плановый объезд муниципальных пляжей и мест отдыха, по результатам которого поставил задачу ужесточить контрольно-санитарным состоянием и сохранить в районе в пик летнего сезона порядок и стабильность. Арбузы и винограды все же слетит, все это все вместе, представляет девящие какие-то кучи, которые не красят нас. Понимаете? Особое внимание во всех поселениях следует уделить вывозу твердых бытовых отходов, уборке улиц и пляжных территорий. Руководители местных администраций и коммунальные службы сейчас должны приложить максимум усилий, чтобы обеспечивать чистоту в населенных пунктах, выполняя работы в срок. Нельзя забывать и об уровне организации сезонной торговли и общественного питания. В данный момент продолжаются рейды по выявлению контрафактного алкоголя. Только с начала курортного сезона в униципалитете из оборота было изъято свыше 30 тонн нелегальной продукции. Говоря о безопасном отдыхе, на совещании обсудили в том числе организацию перевозок детей, работу пляжных аттракционов и маломерных судов. Проверки со стороны контролирующих органов в августе будут более частыми. Рассмотрим 51 материал, зарегистрировано 104 аттракциона. Проведено 10 обучающих семинаров с предпринимателями представительной организации по порядку оформления пневмонокоментации. Помимо всего выезжают специалисты, на месте, на пляже помогают составлять необходимые документы. В том, что полиция городской, транспортная полиция, я думаю, что такой объемный вал, который правонарушением избили, маломерные суда, которые нарушили, были задержаны, я думаю, что справимся. Бдительность, ответственность и следование установленным нормам – основные требования для всех служб и представителей санаторно-курортного комплекса района, чтобы достойно закончить сезон, подытожил Владимир Лыбанев. Все зависит от вас. И ситуация на пляже, и ситуация в пункте питания. И требую здесь очень серьезного отношения. Тем временем уже определился список участников престижного и в этом году юбилейного 10-го конкурса лидеров туристской индустрии Краснодарского края «Курортный Алим-2014». На победу в нем претендуют 9 здравниц и гостиниц Туапсинского района. Почему выбрали Туапсинский район для отдыха и какие впечатления получили? Ну, это постоянная зона отдыха нашего. Впечатления положительные. Выбрали. Удобно доехать, добраться. Хоть и пробки, конечно. Ну, и база там, где мы находимся поспокойнее. И на пляже спокойно, чисто, все уютно. На всем том побережье были. Мне здесь больше всех понравилось. Выбрали, потому что понравились условия, которые, ну, посмотрели. Рядом с берегом моря. Вот. Далеко ходить не надо никуда. Что, ожидаем? Хорошего, нормального отдыха. Спокойного, тихого. В принципе, все хорошо. Небо, солнце, море прекрасно. Алексей Васильев, Денис Гилев, телеканал Орленок ТВ.